Казахстанцы могут вздохнуть с облегчением. Возможно, гражданам дадут отстрочку на обязательную установку детских автокресел и удерживающих устройств. Сегодня депутаты Мажелиса предложили перенести исполнение этой нормы на будущий год. Почему они назвали введение новых требований для безопасности детей преждевременными, расскажет Марат Акулин. Вот так незадача. Чем же думали депутаты во время рабочей группы, обсуждая норму о детских автокреслах? Таким вопросом сегодня задались все, кому не лень. Отсрочить реализацию законопроекта на год попросили депутаты на пленарном заседании, лично обратившись к премьер-министру. Дескать, нестыковка вышла, придется пересмотреть, ведь и в России в далеком 2006 году имела место аналогичная ситуация, отметили депутаты. На практике эта норма свелась к требованиям установки детских автомобильных кресел и вызвала большой общественный резонанс. В настоящее время, как передает Костак, в республике зарегистрировано 4,5 миллиона автомобилей. Если предположить, что хотя бы у четверти автолюбителей есть ребенок до 12 лет, то одновременно в продаже должно появиться до 1 миллиона кресел. Это совершенно нереально. А если в семье трое и более детей, для них такие разовые затраты становятся дорогостоящими. В общем, все в одну калитку. И общественный резонанс, и ошибки черным по белому, которые усложняют жизнь сельским жителям и многодетным семьям. Одномоментное исполнение обязательств приведет к увеличению коррупционных схем, уверены депутаты. Вдобавок просят народные избранники установить четкие возрастные рамки, обязать иметь кресло в машине лишь тех родителей, чьим детям еще нет 6 лет. А кому уже исполнилось, только рекомендовать. Разработчикам и председателям комитета, которые раньше у нас принимали этот закон, как-то надо посмотреть более глубже. Видите, сейчас это правильно сказал депутат Казбеков. Это прямой коррупционным всяким действием. Тут надо недоработка наших рабочих комиссий. Намекнули сегодня окжоловцы и на международный опыт с требованием усадить в автокресло детишек до 7 лет. Но не более того. По мнению главного коммуниста страны Владислава Косарева, депутатское рвение было вполне своевременным. Как-то в обществе, да и сами полицейские, неправильно начали трактовать закон. Удерживающее устройство – это не кресло. Это вот бандаж для того, чтобы ребеночка удержать. А где здесь о креслах? Почему все заговорили о креслах? Это лоббируются интересы тех, кто креслами торгует. Они уже подняли цены на кресла, сумасшедшие цены. Я думаю, что работникам автоинспекции надо немножко соображать. Понятно, что на попятную стражи правопорядка сразу не пошли. Вот и организовали для СМИ показательную демонстрацию удерживающих и иных устройств, позволяющих пристегнуть ребенка. Однако с начала года в столице за перевозку детей без автокресел уже оштрафовали порядка 20 автолюбителей. А что касательно взрослых, то им тоже придется привыкнуть пристегивать ремень безопасности на заднем сидении автокара.